Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф! Сегодня мы погрузимся в захватывающий мир научных открытий и технологических изобретений, которые принадлежат не тому, кому мы думали. Часто за великими идеями стоят неизвестные гении, чьи вклады в развитие науки и техники остаются незаслуженно незамеченными. Мы расскажем вам, кто первый придумал телескоп, радио, электрическую лампочку, а кто взял готовый проект, доработал его и назвал своим. Готовьтесь удивляться и восхищаться необычными историями успеха, которые перепишут ваше представление о том, кто на самом деле стоит у истоков нашего современного мира. Давайте вместе познакомимся с необычными открытиями и неожиданными изобретениями. Поехали! Арахисовая паста. Вкусная, ароматная и полезная арахисовая паста пользуется популярностью среди взрослых и детей. Однако знаете ли вы современную историю этого продукта? Любимая миллионами в наше время паста впервые появилась в Южной Америке задолго до прихода туда европейцев. Многие люди уверены, что арахисовую пасту изобрел Джордж Вашингтон Карвер. Да, он активно поддерживал выращивание арахиса и придумал более трехсот способов его использования, однако саму пасту он не изобретал. Это заслуга одной древней цивилизации. Первые исторические свидетельства существования арахисовой пасты относятся к эпохе древних инков и ацтеков. Они были первыми людьми, которые превратили жареный арахис в пасту примерно в девятьсот пятидесятом году до нашей эры. Да, возможно, первоначальный продукт отличался от современного. Но, тем не менее, его технология очень напоминает нынешнюю. Телескоп. И все-таки она вертится. Эту фразу приписывают итальянскому ученому, отцу экспериментальной физики Галилео Галилео. Также ему приписывают изобретение телескопа и то, что он впервые сквозь него посмотрел на ночное небо. Хотя на самом деле, что первое, что второе, неправда. Телескопа, вернее, зрительную трубу, еще в 1608 году впервые продемонстрировал голландец Ганс Липперсгей в Гааге. Однако в выдаче патенту ему было отказано, так как вскоре заявку подал и другой претендент, Якоб Метеус. В итоге чиновники не смогли разобраться, кто был первым. Тем не менее, Липперсгей был щедро награжден правительством Нидерландов за свой телескоп. Год спустя Галилей усовершенствовал его конструкцию и стал применять ее для своих астрономических наблюдений. В окончательной версии длина телескопа Галилея составляла около метра, а диаметр объектива 4,5 сантиметра. Это был очень несовершенный инструмент. Но в то же время это было большое достижение. Радио Больше века не утихают споры о том, кто же на самом деле изобрел радио. Радио появилось в конце 19 века, и это открытие позволило стереть барьеры между людьми, начать передавать информацию на другой конец планеты, почти молниеносно. Изобретателем радиосвязи считается итальянец Гульермо Маркони. В 1896 году он оформил патент на устройство, способное передавать и принимать радиоволны. Но если тщательно разобраться, то Маркони является человеком, усовершенствовавшим радио предыдущей разработки, в частности в отношении диапазона. А человеком, который изобрел радио, является Дэвид Эдвард Хьюз. Он был первым, кто продемонстрировал возможность отправлять сигналы азбуке Морзе по воздуху. Это произошло за 15 лет до патента Маркони. Но лондонским королевским обществом по развитию знания о природе это было идентифицировано как индукция. А еще раньше, в 1865 году, английский физик Джеймс Кларк Максвелл теоретически обосновал и подробно описал существование электромагнитных волн. Но это уже предыстория появления радио. Телефон. 14 февраля 1876 года Александр Белл подал в американское патентное бюро заявку на устройство для передачи и воспроизведения звука на расстоянии при помощи электрических сигналов. Так появился телефон, второе по значению изобретения в истории после колеса. Открытие принесло Беллу миллионы долларов, а основанная им компания AT&T существует поныне. Но в 2002 году Конгресс США признал, что настоящим изобретателем телефона является итальянский ученый Антонио Миуччи. Он создал аппарат гораздо раньше, однако он не довел свое изобретение до практического использования и ему не удалось получить на него патент. Поэтому об изобретении тогда так никто и не узнал. После такого заявления многие стали считать, что Белл всего лишь использовал для создания телефона устройство итальянца, а ученые начали осуждать изобретателя за плагиат. Вот так просто в один момент померкла слава Белла. Электрическая лампочка Кто изобрел электрическую лампочку? Мы уверены, что практически каждый скажет «Томас Эдисон». Хотя появление лампочки и приписывают американскому изобретателю, но эта революционная технология была фактически разработана несколькими людьми. 20 декабря 1879 года Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Но он лишь усовершенствовал уже существовавшие разработки. Дело в том, что в XIX веке с электричеством экспериментировали ученые из разных стран мира. В 1802 году британский химик Гемфри Деви впервые получил свет, раскалив до Белла при помощи тока тонкие полоски платины. В 1840 году команда британских ученых проводила опыты с нагревом платиновой нити внутри вакуумной трубки. Американский изобретатель Джон Старр в 1845 году интегрировал в уже существующий дизайн лампы углеродные нити. Несколько лет спустя Джозеф Свон применил достижения Стара в своих поисках. И в 1878 году смог таки собрать первый работающий прототип современной лампы и стал первым человеком, который осветил свой дом с помощью электричества. Но именно Эдисон сделал лампочку, возможной для использования в повседневной жизни. Теория эволюции. Эта информация перевернет ваше сознание. Но мы не можем ею не поделиться. Речь пойдет о Чарльзе Дарвине, отце теории эволюции. Или она все же не принадлежит ему? Некоторые историки считают, что все основные достижения, которые приписывают Дарвину в области теории эволюции, включая фактор естественного отбора, на самом деле были украдены у других ученых. Многие из основных идей Дарвина содержатся в более ранних работах, в частности в работах его деда Эразма Дарвина. Оказывается, хитрый Чарльз любил заниматься плагиатом. Даже главный вклад Дарвина в эволюцию – естественный отбор. Был разработан ранее другим человеком – Альфредом Расселом Уоллесом. Дарвин развивал свою теорию, начиная с 1838 года. В 1858 году Уоллес послал Дарвину копию своей работы, в которой описывалась разработанная им самостоятельно теория эволюции путем естественного отбора. Статья Уоллеса была опубликована в том же году. Книга Дарвина «Происхождение видов» увидела мир в конце 1859 года, и она уже более детально объясняла концепцию естественного отбора. Независимо от того, присвоил ли Дарвин некоторые идеи Уоллеса, Дарвину все равно удалось получить почти все заслуги за эту теорию. Паровая машина Изобретение паровой машины стало поворотным моментом промышленной и всеобщей истории человечества. Именно паровые двигатели сделали возможным свершение промышленной революции и достижение современного уровня развития техники. Создателем первой паровой машины считается шотландский инженер Джеймс Уатт, в честь которого назвали единицы измерения Ватты. Но в 1765 году он всего лишь собрал первый коммерческий жизнеспособный паровой двигатель. Мало кто знает, что подобное устройство было описано Героном Александрийским в первом веке. Его применяли для поворачивания шара вокруг своей оси, через герметичный котел и ряд труб. Но об этом изобретении благополучно забыли на полторы тысячи лет, пока в 1698 году Томас Сейвори не запатентовал паровую машину, которую использовали для откачки воды. И в 1712 году англичанин Томас Ньюкомен запатентовал ее улучшенную версию. Нет, мы не спорим, что Уатт значительно улучшил конструкцию паровой машины. Но она не была им изначально изобретена. Графический интерфейс Вы все еще думаете, что графический интерфейс пользователя подарила всему прогрессивному миру компания Microsoft во главе с Биллом Гейтсом? Да, они выпустили Windows с курсором, иконками и окнами, но они не были первыми. На самом деле, графический интерфейс пользователя, каким мы его знаем сегодня, возник в результате десятилетий исследований множества инженеров и ученых. Программа Sketchpad Айвана Сазерленда, созданная в 1962 году, считается первым графическим интерфейсом пользователя. Затем в 1964 концепцию Гуи придумал Дуглас Энгельбарт. Его система уже включала окна, иконки, меню и двигающийся указатель мыши для взаимодействия с компьютером. И, кстати, Энгельбарт изобрел мышь. Xeroxstar в 1981 году коммерциализировал многие из этих концепций графического интерфейса, а Macintosh от Apple в 1984 году сделал их общепринятыми. И даже сегодня ведутся юридические споры о том, кому принадлежат права интеллектуальной собственности на различные элементы графического интерфейса пользователя. ДНК ДНК – это молекула в клетке человека, которая отвечает за передачу генов из поколения в поколение. Большое количество химиков и биологов со всего мира активно интересовались данной темой, что дало свои плоды. Но кто был первым? Существует распространенное заблуждение, что Джеймс Ботсон и Фрэнсис Крик открыли ДНК в 1950-х годах. В действительности ДНК было открыто за несколько десятилетий до этого. Джеймс и Фрэнсис смогли прийти к революционному выводу о структуре ДНК в 1953 году, проследив за работой первооткрывателей этой молекулы. Ученые получили Нобелевскую премию за бесценную работу. Но слышали ли вы что-то о Фридрихе Мишере? Это швейцарский физиолог, гистолог, биолог, который в 1869 году открыл существование ДНК. Тогда он сделал это с помощью клеток из гноя, так отмывая белки и лейкоциты с бинтов, снятых с гнойных ран. Ученый понял, что в составе есть еще какое-то соединение. Но определить биологическую функцию этих элементов никто не мог вплоть до 20 века. Телевизор Телевизоры сегодня стали настолько обыденными, что никто даже не задумывается об имени изобретателя. Спросите, и никто не ответит. Вопрос, кому принадлежит изобретение телевизора, обсуждался уже давно. Ответ на него найти сложно, потому что в изобретении было задействовано много участников. Современный телевизор считают созданным двумя людьми, одновременно работавшими над ним в 1920-х годах. Американцем Филаном Фарнсвортом и русским эмигрантом Владимиром Зворыкиным. Хотя если копнуть глубже, то Зворыкин первым получил патент на его изобретение. Но история телевидения берет свое начало в 1884 году, когда немецкий инженер Пауль Нипков создал устройство в виде диска с отверстиями. Так свет, проходящий через эти отверстия, передавал информацию через приемник и создавал изображение на экране. В 1895 году Карл Браун сделал первый кинескоп, а в 1906 Борис Розинг отметился в истории электронно-лучевой трубкой. В 1926 году шотландский инженер Джон Берд впервые вывел живую картинку на телеприемник, но размер экранов был всего лишь 3х4 см. В 1932 году эту проблему решил Зворыкин. Однако называть лишь одного человека создателем телевизора – ошибка. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, о каких исторических фактах, представленных в нашем видео, вы знали, а какие стали для вас полной неожиданностью.